Всем привет! Меня зовут Никита Северинов. Я начинаю новый курс лекций по Game Physics. Что это такое? Game Physics это физика для наших проектов. Так как большинство наших проектов это игрушки различного вида, то мы научимся писать их очень грамотно и очень правильно, изучив данный курс лекций. В первой же лекции мы будем рассматривать введение в наш Game Physics. Что будет представлять собой наш курс? Во-первых, это движение, движение тел. Много различных движений, видов. Далее трение, вращение, сопротивление воздуха и воды, силы тяжести, коллизия. Это те компоненты, без которых любой engine, как CryEngine или что-то еще, просто не превратились бы в то, что они сейчас есть. Мы рассмотрим, как это все реализуется в нашей Free.Jazz библиотеке, либо в HTML5 Canvas. Для того, чтобы осознавать то, что мы делаем, нужно знать следующие вещи. Во-первых, нужно знать основу геометрии треугольников. Естественно, нужно знать, что сумма углов в треугольнике 180 градусов. Надо знать, как правильно работать с векторами или же с векторами. Кому как больше нравится. Также мы должны уже уметь и понимать осознанно операции с матрицами. Это перемножение матриц, умножение матриц на число, возведение в матриц, транспонирование матрицы и так далее. Далее нужно брать правильно производные, потому что без производных мы никуда не уедем. Давайте посвятим нашу лекцию, помимо видений, матричным преобразованием. Что мы сначала сделаем? Как вы знаете, то, что матричные преобразования – это, во-первых, перемещение, масштабирование, вращение. Для того, чтобы это все легко осознать, давайте сначала пропишем обычный примитив. Но для обычного примитива мы будем использовать свой geometry. Для этого пропишем нашу функцию, которая инициализирует наши вершины. Как вы видите, у нас создается функция vertex, которая принимает в себя x, y, z. переменная varWert наследует объект vector3, то есть мы создаем вершину в трехмерном пространстве. И нам после наших манипуляций возвращает нам вершину в то, что мы хотим реализовать. Давайте напишем нашу функцию. Вот файлик. Я его создал, прописал все то же самое, что мы и раньше делали. На какие вещи стоит обратить внимание? На стиль, маржинг 0 пиксель, перспектив камера, угол обзора 35, максимальная точка 500, и позиция камеры по Z200. Также у меня включен антилиайзинг. И добавлена функция animate, но нигде она не вызвана. Давайте пропишем. Animate. Отлично. Пропишем нашу функцию vertex. Где-нибудь. Вот тут можно это сделать. Function. Vertex. x, y, z. Побольше поставлю. Var. V равняется. New. Free. Vector. 3. V. X равняется. X. V точка Y равняется Y. V точка Z равняется Z. И возвращаем наш объект. Vertex. Нашу вершину. После чего мы будем создавать свой примитив. Мы можем создать абсолютно любой примитив, но создадим треугольник. Как это делается? Напишем функцию triangle, которая будет принимать себя в четыре вершины. Четвертая вершина будет совпадать с первой, либо со второй, либо с третьей, в зависимости от того, как будет расположен треугольник. Что мы делаем в этой функции? Она принимает четыре аргумента вершины. Создается объект геометрии произвольной формы. В ней в Free.Geometry. Создается материал. Так как у нас каркас состоит из линий, поэтому мы пишем Free.LineBasicMaterial и поставим у него цвет по умолчанию черный. Цвет задается в Hex формате. Далее мы добавляем к нашему T.Geometry в массив вершин нашу вершину vertex1, vertex2, vertex3, vertex4 методом push вставить объект. После чего мы создаем переменную T, к которой присваиваем реальный объект line, в котором соединяем наши геометрии с нашим материалом. И возвращаем наш реальный объект. В данном случае мы возвращаем треугольник. Давайте пропишем данную функцию. Function.Triangle. v1, v2, v3, v4. Это наша вершина. vr, tg, это у нас triangle geometry, new free geometry. vr, tm, triangle material, new free line basic material, color, 0x, 0, 0, 0. 6 раз, да? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Отлично. После чего мы добавляем в наш TG в массив vertices методом push наш v1. Эту строчку мы копируем. И добавляем остальные вершины. 2, 3, 4. После чего создаем реальный объект T, в котором вызываем наш объект free line. И соединяем наш TG и T-material. И возвращаем. Отлично. Давайте посмотрим, все ли у нас правильно подгрузилось. Отлично. Теперь же, для того, чтобы вызвать данную функцию, мы можем воспользоваться следующей инструкцией. var triangle равняется triangle. И смотрим переменные. vertex 10-10, 0, 0, 10, 0, минус 10, минус 10, 0, и 10, минус 10, 0. Как вы видите, у меня последующая вершина совпадает с первой вершиной. Давайте пропишем. Вот здесь. var 3 angel равняется 3 angel. vertex 10-10, 0, так, случайно добавил букву T, не добавляем ее. vertex 0, 10, 0, что-то меня все тянет на букву T в конце. минус 10, минус 10, 0, и vertex 10, минус 10, 0. Хотя, по идее, мы можем вот это не писать. В принципе, потом функцию можем изменить, но лучше этого пока не делать. Вот так вот. Почему 4 вершины? Потому что у меня, по идее, 3 вершины, но когда мы соединяем линии, мы должны из последующей линии соединить в начало, чтобы не было какой-либо стороны. Теперь добавляем наш треугольник на сцену. add 3 angel. смотрим. Вот наш треугольник. Для чего нужен метод matrix-автоапдейт? Его мы переключаем в false. Мы, так как будем работать с матрицами при образовании для любых объектов, для любых mesh-объектов, для абсолютно любых объектов, то мы должны отключить функцию автоматического сохранения матрицы и автоматического обновления матрицы. Как мы видим, что matrix-автоапдейт у нас по умолчанию всегда будет равен значению true, правда. Мы должны это отключить, если хотим работать с матрицами. В итоге у нас получается вот такой треугольничек. Давайте мы как раз этот метод пропишем. Добавляем его, естественно, до нашего добавления на сцену. три-энджел матриц автоапдейт значение false. Все. Как вызвать матрицу? Матрица у нас по умолчанию размером 4 на 4. вызывается посредством метода matrix-world. Как вы видите, у нас создается определенная переменная update-matrix, которая присваивается triangle.matrix-world. Этот matrix-world возвращает нам матрицу, которую вы можете наблюдать вот сейчас на экране. Вот такую матрицу, единичную матрицу размером 4 на 4. Для того, чтобы установить свои значения в матрицу, мы воспользуемся методом set. Это вторая строка по коду. Как вы видите, я разбил на элементы, чтобы было видно, что действительно матрица. Для того, чтобы сохранить значения в матрице, мы воспользуемся методом от метода matrix-multiply-self update-matrix. Третья строчка кода. Давайте пропишем. В переменную request-animate идем в функцию animate и делаем следующее. var update-matrix равняется 3angel.matrix-world дальше update-matrix set устанавливаем единичную матрицу 1, 0, 0, 0 так как размер 4 на 4 0, 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 и 0, 0, 0, 1 устанавливаем или же сохраняем нашу матрицу 3angel.matrix. matrix-multiply multiply-self от update-matrix смотрим как видите ничего не поменялось почему потому что я ничего не изменил в матрице преобразования мы прописали функцию мы поняли как что собой представляет единичная матрица теперь посмотрим как выполняются перемещения когда мы вызываем функцию или же метод position когда мы устанавливаем position x y и z или же просто ставим position set как это делается в матрице для этого для того чтобы задать перемещение в матрице мы должны поменять значения переменных точнее индексов n14 n24 и n34 соответственно по оси x y и z давайте попробуем сдвинем по оси x на 30 как мы видим у нас произошел сдвиг по оси y сдвинем на минус 20 чтобы было видно вот так у нас происходит сдвиг запомнили данные значения влияют на перемещение как происходит масштабирование изменяются уже единичные элементы такие как n11 n22 и n33 n44 является постоянным в данном случае как мы видите как мы знаем в основном для масштабирования служат такие sx и sx а sz считается дополнительным параметром давайте попробуем изменить масштаб то есть промасштабировать по оси x мы увеличим и посмотрим что у нас выйдет как мы видим треугольник у нас изменил свой размер здесь пропишем здесь пропишем по оси y посмотрим сначала мы расширили по оси x и по оси y давайте расширим на равные значения как мы видим пропорция сохранилась теперь давайте подытожим как сделать в ином случае маточное преобразование связанное с масштабированием и перемещением вот так выглядит наша матрица преобразований для перемещения и методы которые упрощают нам работу следующее это make translation принимает три аргумента это сдвиг по оси x y и z и translate задается вектор в чем разница сейчас мы посмотрим давайте попробуем применить наши методы на практике идем в функцию animate где единичную матрицу мы можем закомментировать нам она ни к чему пока поставим все по единичкам чтобы было все правильно и пишем update matrix make translation допустим взглянем на 100 0 0 смотрим как вы видите так как у меня идет функция animate у меня треугольник сдвинулся ровно один раз а не постоянно это в данном случае статичное перемещение один раз и не более но это не означает то что мы можем один раз вызывать наш метод make translation давайте попробуем вызвать второй способ это способ номер 1 который упрощает нам передвижение нашего объекта и второй способ update matrix translate translate здесь создается в данном случае вектор vertex так 1 0 0 то есть мы сдвигаем на единичку наш треугольник как вы видите отличие между translate и make translation очень существенно в методе translate у нас каждый раз идет превращение к нашему предыдущему значению нашего нового значения в итоге у нас происходит движение объекта мы можем задать также по оси y чтобы он у нас увеличил свое движение то есть мы ставим как бы говоря вектор движения это очень здорово смотрите вот этот метод позволяет нам достичь очень много какой же метод служит нам для масштабирования он очень похож с make translation называется он make scale update matrix make scale vertex допустим 10 как вы видите у нас scale не совсем применился спустим у меня почему потому что есть scale по различным именно либо по x либо по y либо по z по различным осям поэтому вектор здесь не приемлем поставим значение по x 10 по так слишком много по x поставим двоечку двоечку и по z 0 смотрим как видите у меня он равномерно увеличился поставим значение по x 4 вот на этом лекция по масштабированию по изменению матрицы преобразований библиотеки фрида джесс закончена в следующей лекции мы рассмотрим также матричное преобразование это уже вторая часть данной лекции и в той лекции мы будем рассматривать вращение объектов и методы которые нам упрощают это вращение с вами был Никита Сверлинов подписывайтесь на новые лекции на канал ставьте лайки смотрите этот курс всем пока